Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы переведем очередную песню из нового альбома Unmike and Ride, которая называется «Спэтзоммер-реген». Итак, поехали, прочитаем первый куплет. Штрофа 1 Ich esse einen Apfel in der Sonne, halb neun für mich sehr früh. Ich trinke einen Kaffee im Schatten meiner Jalusie. Ich gehe manchmal spazieren von der Küche in den Flur. Я ем яблоко на солнце, при свете солнца и мисс Уиду, конечно. Половина девятого, это для меня очень рано. Я пью кофе в тени своих жалюзей. Я иногда хожу гулять из кухни в коридор. Und ich genieße die Natur im Innhof. Und ich treffe mich gern mit Freunden in Chatverläufen. Nicht, dass du anrufst. Nicht, dass du fragst, wie es mir geht. Es ist ok. Я наслаждаюсь природой во внутреннем дворике. Я люблю встречаться с друзьями в переписках, в чате. Мило, что ты звонишь. Мило, что ты спрашиваешь, как у меня дела. И припев здесь очень маленький, все окей. Итак, текста здесь в этой песне не очень много, поэтому я предлагаю сначала все до конца уже прочитать и перевести, а потом уже разбирать интересное с точки зрения лексики и грамматики. Поехали дальше. Штрофы 2 Weißt du noch? Ja, das dachte ich auch. Ich hatte gestern einen langen Traum Und dir und mir auf einem Boot wurden wachgeküsst vom Spätsommerregen. Ну и дальше у нас рефрен повторяется такой же, как был. И в пострефрене у нас есть здесь слово Spätsommerregen, вот это. И в концовке у нас повторяются две последние строчки из второго куплета. Так что давайте их и переведем. Мы заснули под большими белыми парусами и нас разбудил поцелуй дождя поздним летом. Я бы это перевел примерно так. Spätsommerregen, дословно spätsommerregen, sommer, солнце и regn, дождь. И все это вместе получается дождь летом. Летом каким? Spätsommerregen. Ну и дальше здесь все окей. И дождь поздним летом, вот это слово отдельно. Итак, давайте теперь перенесемся обратно в начало и посмотрим, что здесь можно прокомментировать. Во второй строчке Halb neun für mich sehr früh не так характерно для немецкого языка предложение без какого-либо глагола. Halb neun für mich, половина девятого для меня, sehr früh. Можно было бы сказать ist sehr früh, но ему это и в данном случае для ритма не нужно. И это вполне естественно допустимо, особенно в лирических произведениях, в песнях, в стихотворениях, когда вот опускается глагол. Вообще здесь никакого глагола нет. Если для русского языка очень характерно опускать глагол быть, мы его часто очень не говорим, то для немецкого языка не так характерно, но, как видите, может встречаться. Дальше. Ich trinke einen Kaffee. Обычно у нас Kaffee слово воспринимается как неисчисляемое, но если мы подразумеваем под кофе не субстанцию саму по себе, которая неисчисляемая, а чашечку кофе, то тогда спокойно можно употребить это слово с неопределенным артиклем, как здесь это и сделано. Здесь мне также хочется прокомментировать, что есть два очень похожих слова der Kaffee и das Kaffee, и у них разные ударения. Когда мы говорим о кофе самом по себе, то это будет der Kaffee, и ударение здесь будет на первый слог, в первую очередь, скорее всего, хотя сами немцы на самом деле иногда путаются, я это замечал. А что касается кафе, то есть того места, где можно попить кофе, оно пишется так и читается das Kaffee. В принципе, как и по-русски, мы тоже говорим кофе, ударение на первый слог, кафе, ударение на второй слог, здесь в немецком языке то же самое, что и в русском. И еще один небольшой интересный момент, который связан не только с кофе, но вообще, в принципе, с напитками. Как бы вы перевели на немецкий язык следующее предложение? Я хочу выпить чашку черного кофе. Подумайте немного, три секунды, и скажу вам правильный ответ. Три, два, один. Это предложение будет звучать И здесь мне хотелось бы обратить внимание вот на эту часть. Eine tasse schwarzen kaffee. Почему здесь окончание именно jen? Вы можете мне сказать, да это же очевидно, после трinken нам нужен винительный падеж, аккузатив, и, окей, здесь eine tasse в винительном падеже, и, наверное, и черный кофе тоже должен быть в винительном падеже. И действительно, kaffee это у нас слово мужского рода, der kaffee и в акузативе мужского рода у нас окончание jen. То есть schwarzen kaffee это действительно слово кофе, мужской род, винительный падеж. Однако, если бы мы хотели сказать, например, вот что. С чашечкой черного кофе. Там был именно предлог mit и дательный падеж. Давайте это тоже сейчас пропишем. Здесь у нас будет mit einer tasse schwarzen kaffee. То есть die tasse слово чашка. У нас здесь будет в дательном падеже, потому что после mit нужен дательный падеж. А дальше у нас как был аккузатив. Так этот аккузатив и останется. И это специфичное на самом деле очень явление в грамматике, когда у нас есть определение, не согласованное в винительном падеже. Обычно, когда мы говорим о несогласованном определении, мы имеем в виду вот что-то типа нашего чашка кофе. И вдумайтесь в эту фразу по-русски, когда мы говорим чашка кого-чего, черного кофе, у нас здесь после слова чашка, черного кофе, несогласованное определение в родительном падеже. И родительный падеж это, в принципе, падеж несогласованного определения по стандарту. И в том числе и в немецком языке. Например, если бы мы сказали книга моего брата. Das Buch Meines Bruders. Как по-русски книга «Кого-чего моего брата родительный падеж», так и в немецком языке Das Buch Meines Bruders. Моего брата в родительном падеже. Но почему-то, когда речь идет о какой-то емкости, и то, что в этой емкости содержится, например, чашка кофе, я не знаю, там бокал вина, кружка пива, вот это вот определение, которое у нас в русском языке в родительном падеже, в немецком будет в винительном, в аккузативе. И давайте еще какой-нибудь небольшой пример, например, с пивом, потому что у нас пиво Das Bier, в отличие от кофе, которое мужского рода. Давайте попробуем вот такое предложение перевести. «Принесите мне кружку светлого пива». Три секунды. Попробуйте сами догадаться, как это будет. И сейчас напишу вам правильный ответ. Три, два, один. «Брингензи миа айнен круг хэлэс бьё». И здесь мы тоже видим по окончанию хэлэс, что это у нас сильное склонение прилагательных, средний род, винительный падеж. Потому что если бы мы вдруг в теории хотели бы сказать слово бьё в генетиве и без определенного артикля, то у нас было бы хэлэн бьёс. Именно так выглядит генетив. Здесь у нас, поскольку маркер рода числа падежа есть в самом слове бьёс, прилагательное хэл пойдет, точнее, окончание этого прилагательного пойдет по слабому склонению, в отличие от аккузатива, где оно, естественно, пойдет по сильному, потому что никакого маркера рода числа падежа нигде рядышком не стоит. И вообще, если вы еще не очень хорошо владеете вот этой вот темой склонения прилагательных, то хочу порекомендовать вам посмотреть моё видео на эту тему, где я стараюсь очень подробно и при этом очень просто, фундаментально объяснить данную тему, чтобы вам стало понятно раз и навсегда. Вот в этой теме склонения прилагательных в немецком языке на самом деле нужно одну главную фишку такую, одно главное правило понять, если вы его поймете, то тогда все сразу встает на свои места. И почему-то именно так вот этим универсальным правилам практически никто эту тему не объясняет. Поэтому посмотрите данное видео. Я его добавлю сюда сверху, можно будет нажать на и и перейти. Но мы пойдем комментировать данную песню дальше. И следующее предложение, тоже интересное. Обычно у нас вот это выражение «шпацирн гейн», «шпацирн» здесь воспринимается как отделяемая приставка, которая идет в конец. И по идее, по классике, надо было бы сказать «искея манч мальфон де кюсе ин дин флюа шпацин». Однако он здесь так не говорит, и этому есть несколько причин. Первая причина, что в разговорной речи в принципе из этой рамочной конструкции могут разные члены предложения выходить, если того требуют какие-то обстоятельства или просто автору так захотелось. Ничего в этом нет смертельного. В данном случае мы прекрасно понимаем, почему автору данной песни захотелось так сделать, потому что у него здесь получается интересная игра слов. Сначала он говорит «искея манч мальфон де кюсе ин», что переводится, как мы здесь перевели достаточно четко, «я иногда хожу гулять». Естественно, вот эта вот фраза «хожу гулять» предполагает прогулку, не знаю, в парке, в городе, где-нибудь на свежем воздухе. Но дальше идет такое обстоятельство места, которое переворачивает эту фразу с ног на голову. Получается, что он гуляет из кухни в коридор, то есть просто броет по квартире. И дальше похожая игра слов, смыслов, но уже без каких-то грамматических особенностей. «Я наслаждаюсь природой» «им инов» во внутреннем дворике, на благо у кого-то внутренний дворик свой есть, а у кого-то из окна может быть только Варшавское шоссе и все. И дальше прослеживается та же мысль «Я люблю встречаться с друзьями». И здесь мы тоже подразумеваем какую-то живую встречу, живое общение, но нет «in chat verläufen» «в переписках в чате». И вообще вот это вот немецкое слово «verlauf» у него очень много разных значений, дословно это переводится как некий процесс, некое протекание, но в частности слово «verlauf» может переводиться как «журнал». «Журнал в браузере», где отмечены те страницы, которые ты недавно посетил. И поэтому вот этот вот перевод в переписках в чате, мы когда говорим «переписки», имеем в виду историю переписки. И это очень хорошо как раз передает смысл, значение вот этого слова «verlauf», «verleufen». Ну и все с первым куплетом. Давайте теперь перейдем ко второму. Здесь в самом начале две хорошие такие разговорные фразы. «Fast noch», а знаешь, «нох» очень часто просто как, ну, я даже не знаю, как здесь вот, видите, я «нох» по сути здесь никак и не перевел. Может быть, только вот этим вот нашим «а» в начале. Потому что вот это слово «нох» своей изначальной, смысловой нагрузки, которая переводится как «еще», не несет вот в этой данной фразе. И следующая, тоже типичная какая-то фраза, которая все время как-то вот на слуху, действительно, немцы так говорят. «Я дэс дахтэйся ох», «Да я так и думал». И дальше он рассказывает свой сон. «Ищ хатэ гэстэн айнен лангэн траум». И здесь для меня некая грамматическая загадка зарыта вот в этой третьей строчке. «Ун дир und mir auf einem бут». «Почему здесь дир und mir стоят в дательном падеже?» Здесь бы их логично было бы видеть в номинативе, то, что я и ты на лодке что-то делаем, или в аккузативе, что я во сне видел кого? «Меня и тебя на лодке?» Но нет, здесь почему-то стоит дательный падеж, и логика этого дательного падежа в данном конкретном месте мне непонятна. Если вам эта логика ясна, и вы понимаете, почему здесь именно дать, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Но мы пойдем дальше. Конечно же, прокомментируем их любовь к составным словам. «Ihm Abend, Sonnen, Shine». Очень красиво звучит. «В свете закатного солнца». Но если мы дословно разберем это слово, то «Shine» — это свет, «Zone» — это солнце, а «Abend» — это вечер, то есть свет вечернего солнца, если дословно. Ну и в последней строчке здесь очень интересный глагол «Wachküssen». «Küssen» — это целовать, «Wach» — это в состоянии бодрствования, то есть поцеловать кого-то таким образом, чтобы его разбудить. Разбудить поцелуем, поэтому самый лучший перевод данного глагола. И видите, здесь вот этот вот «Wach» — это приставка при глаголе «Küssen». Вот так вот могут вести себя немецкие приставки очень неожиданным образом. И в частности поэтому я своим ученикам часто говорю, что если у вас есть возможность побольше употреблять глаголов с отделяемыми приставками немецких, то, пожалуйста, старайтесь это делать. Старайтесь именно глагол с отделяемой приставкой запомнить и активно употреблять свою речь, потому что они звучат вот исконно по-немецки, потому что нигде больше в других языках такого нет. Ну, это я грубо сказал, может быть, в каком-то языке и есть, но я об этом не знаю. Ну вот и всё. На этом мы закончили перевод данной песни. Если было интересно и полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы учите немецкий язык, и до скорых встреч. Auf Wiedersehen! Tschüss! Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok